Убивают и стараются прям крупных псов отстрелять. Я даже знаю почему, знаете, потому что они потом в корейскую кухню едут. А вы что? Нет, нет, все знают об этом. Прекрасно. Нет, там же климатовый работает. В прошлом году были случаи, когда в корейской кухне находили мясо с трубью. Чем больше вес, тем больше не берут. Поэтому они стараются убивать крупных садов. Вот в прошлом году 1956 человек именно укуса собак пострадали. А кто будет защитить их интерес? Понимаете? Так правильно, вот эту проблему-то и надо решать. Элементарно. В этом году только с января месяц 156 человек, это которые обратились к врачу. Вы тоже поймите меня. Они что делают? Здесь велики обращаются. Каждый день. Почему снимают ошейники и собака стреляет? Снимают ошейники, ошейники валяются, у них есть тайна. Вот это я говорю, с ними я разберусь. Среди белых лет дети играют, отстреливаются, там везде в сроки. Это как? Вы создали петицию. И дают заявки. Вот просто не нравится. Смотрите, спасибо вам большое. Вы нам пошли на большие уступки. Вы готовы с нами встречаться. Вы готовы нам пойти. Скажите, пожалуйста, вы дали мораторию. В сгоде не обсудили это. Моратория была на две недели по поводу запрета отстрелов. Дальше как судьба? Сегодня это не решили. Мы должны построить то, что вы говорили. За две недели вы же понимаете. Сейчас вопрос это об отстрелах. Моратория на отстрелы две недели. Но дальше пока не пришли к решению. Мы пока по отстрелам говорим. Дальше как? Две недели, эту неделю следующую заканчивается. Дальше как этот вопрос будет? Давайте побыстрее приют построим. Ну это, понимаете, это побыстрее не получится. Это нужно превращать инвестиции. Это нужно собирать. Но за две недели это нереально построено. Даже если вы нам дадите сейчас. Все это понимают. Хорошо, я готов помочь. Я тоже люблю собак. Я работаю в этой среде. Вот в этой среде. А когда был объявлен мораторий? Мораторий на отстрелы собак. Они сами сказали, что есть международные доноры. Готовы сейчас вложиться на этот приют. Правильно? Я не на нищие совсем разъясу.